Это проект основан на реальных событиях Омск. Здравствуйте! Как всегда, в пятницу обзор прошествий выходящих 7 дней. Разбираемся в том, почему это произошло, и выясняем, что было сделано, чтобы этого не повторилось, и нам, как всегда, есть о чем рассказать. Шесть лет строгого режима может получить пироман, который поджег дачу, чтобы скрыть следы другого преступления. На два года может лишиться свободы юноша, который из пневматической винтовки стрелял с виадука по школьницам. Будет и подборка ДТП. Все это у моей коллеги Ангелины Руновой. Ну, а начнем с рассказа об одной из важнейших профессий в структуре правоохранительных органов. О них говорят элита, не умаляя, естественно, достоинств других сотрудников, эксперты-криминалисты. Это люди, которые на месте преступления способны обнаружить столь нужный волос или отпечаток, который принадлежит преступнику, что впоследствии позволит эффективно раскрыть уголовное дело. Как они работают? Что делают, приезжая на место преступления? Сегодня посмотрим вместе с ними, съездим, будем разбираться в тонкостях этой столь важной и нужной профессии. Полшебный. Криминалистический чемодан. Вот, например, ультрафиолет, который необходим для выявления латентных следов. Тут набор дактилоскопических порошков для выявления следов рук на месте происшествия. Что у нас за вызов? К счастью, не тяжкое преступление? Нет. К счастью, заявили кражи велосипеда из подъезда. Бульвар Кузьмина 5, из подъезда номер 5, седьмого этажа, следственные площадки, похищенный велосипед. БМВ черного цвета, на лицах, на лицах, в количестве пяти лучей. Выезжаем на место происшествия, руководим у нас на месте происшествия признаватель, эксперт, участвует в осмотре места происшествия и принимаем меры к раскрытию преступления по горячим следам. Много преступлений, выездов, но уверен, что вот каждое преступление, место преступления, на которое не выезжали, и собраны следы, и их это все беспокоит, переживает, интересует собой? Абсолютно. Даже не считаясь со своим личным временем. Вот что касается Катерины. У нее выходной. После суток своих приходит... Я говорю, Катерина, почему? Ты же выходная сегодня. Нет, мне нужно доделать там срочно следы, которые я изъял. И, кстати, Андрей Владимирович, какой результат? Если результат положительный, допустим, следы оставлены преступником. Все. Радость, конечно, не только у начальника, в соответствии сотрудника, каждый со своей работой переживает. Вот это было. В этом году, получается, три года? Три года. Уверен, что вам не только на велосипеды, не только на велосипедные кражи бы хотелось уезжать. То есть были какие-то преступления такие, в категории тяжкие? Были и более тяжкие. Помните свой первый выезд на убийство? Как это было? Насколько волнительно? Свои чувства, эмоции. За три года вряд ли это стерлось. Вы знаете, наверное, любой выезд каждый раз доставляет какую-то определенную тревогу, потому что нет одинаковых преступлений, и в каждом есть какая-то своя определенная специфика. Независимо от того, тяжкое оно или, как говорится, вроде бы казалось обычный велосипед. Для, наверное, каждого эксперта, который выезжает на место происшествия в качестве специалиста, как вы правильно выразились, есть такой своеобразный азарт на то, чтобы не просто что-то изъять, а дать положительный результат для установления личности подозреваемого. Подумать, как мог действовать преступник на момент совершения преступления. И в зависимости от того, насколько ты будешь думать нестандартно, не в плане каких-то своих личных размышлений, а именно размышлений другого человека, то и будет зависеть твой непосредственный результат работы. То есть вот эта история о том, что, типа, пытаться думать и мыслить, как мыслил преступник, это на самом деле имеет место? Да, несомненно. Работа специалиста на месте происшествия, в первую очередь, начинается с фиксации обстановки на месте происшествия. Вы приезжаете и, по сути, пусто и ничего. Или вы приезжаете и там, простите уж, да, там, труп лежит, все следы. Когда проще? Когда много всего и не знаешь, от чего начать? Или когда пусто и тоже не знаешь, от чего вроде как, не знаешь, от чего начать? Ну, как сказать, хорошо, когда много, по крайней мере, да. То есть ты делаешь постепенно одно, другое, третье, осматриваешь, изымаешь, упаковываешь. А вот, как вы сказали, когда, наоборот, изымать нечего, ну, всегда бывает что-либо изъять, потому что, как сказать, идеальных преступлений не бывает, и все равно какие-либо следы остаются, пусть они там будут, не знаю, следы обуви на месте происшествия, следы рук, когда преступник там покидал, скажем, помещение касался двери лифта, либо двери подъезда. Да. Если нас смотрят потенциальные преступники, пожалуйста, оставляйте следы, чтобы эксперту было проще, чтобы было проще вас найти. След огови был... Найден, да? Да. Изъят. Будем надеяться, что это тот самый. Но вдруг. Вдруг. А, кстати, без везения ведь никак, да? И в вашем деле тоже? Ну, не знаю. Нет, понятно, что профессионалы все, но вот бывает же такое, что повезло, да? Бывает, действительно. Вы тоже наверняка эти истории, когда там преступник вместо преступления паспорт вдруг оставил, да? Бывал, да. Оставляли, даже не оставляли, совершенно вырунули. Самая-самая первая, которая была кража с проникновением в частном доме путем разбития стекла. Подозреваемый похитил имущество. И там, да, наверное, он самый такой примечательный был тем, что на месте происшествия были изъяты следы рук с поверхности стекла с места, где преступник проникал в помещение. Соответственно, после изъятия следов и проверки их по прямым учетам, было установлено лицо, которое и раньше совершало преступление имущественного характера. Ну, вот, как-то, наверное, такое. Первые сразу успешные? Первые, да, и успешные. Как мне тогда сказали, новичкам везет. Когда много следов, нужно время, чтобы все их изъять. А когда следов как бы не обнаружено в начале, ну, с первого, скажем так, взгляда, и потом их нужно выявить, найти, тоже очень скрупулезная, я бы сказал, работа. А делить ли по сложности, не знаю, вот там, сравнить, если там, не знаю, кражу велосипеда и там разбойное нападение? Я имею в виду, что в плане поиска следов? Конечно, в зависимости от квалификации преступления и поиска следов, соответственно, сложнее с тяжестью совершенного преступления. То есть нужно, если кража велосипеда, ну, посмотрели, значит, место кражи, ну, там пути отхода. Если же это касается преступления тяжких, особо тяжких, здесь спектр, значит, осмотра специалистов вообще территориально, да, очень огромный, большой пути отхода, где-то в других местах, где, может быть, свидетели видели какое-то лицо, нужно осмотреть место происшествия там, где видели, возможно, подозреваемое лицо. То есть чем тяжесть преступления выше, тем сложнее работать намного. Изъят был след на звонке в квартиру. Преступники позвонили, дверь никто не открыл, соответственно, они совершили данное преступление. То есть кража со взломом? Да, да. И эксперт подошел профессионально к этому, обработал именно поверхность звонка. То есть, грубо говоря, остальных следов не было, а вот на звоночке... Да, на звонке, да, и они были оставлены как раз преступникам. Вам приходится работать в условиях цейкноты постоянно? Не без этого, да. Потому что и сроки расследования, они не безграничные. И, скажем так, условия хранения вот этих вещественных доказательств не могут быть утрачены. И нужно быстро сработать, быстро дать какой-то результат. Ну, потому что... Ну, грубо говоря, приступит, может скрыться, если мы говорим про тяжкие, да? Совершенно верно. На часы, на минуты, за часы. Совершенно верно. Время идет буквально на минуты. Потому что от нашей быстроты, от нашей реакции очень много зависит. То есть, успеет ли преступник даже, ну, обыкно говоря, уехать, скрыться с региона вообще. Новый день, новый вызов на происшествие. Вернемся к событиям этой недели. Нападение со спины и вырванные волосы драка в салоне автомобиля. Столкновение таксиста и пассажира. В чем причина и кто спровоцировал потасовку? Расскажу вам подробности конфликта. А еще поделюсь историей рецидивиста, оставившего без крова пенсионеров и свежими откровениями школьницы, расстрелянной на Виадуке. Начинаем! Приносить сколько горя, вот так цинично взять, ему это было легко спичкой взять, поджечь. А люди вот просто остались и без всего, и опустошены морально, физически, материально. СНТ связист в Ленинском округе. Владельцы одного из участков по 4-й аллее оставлены без крыши над головой. А год назад за вот этим забором располагались миловидный двухэтажный коттедж и ухоженная лужайка. Но сегодня вместо газона, цветочного сада и дома – пепелище. Хозяева, пенсионеры, лишились всего за считанные минуты с легкой руки прохожего рецидивиста. История начинается в ноябре. Обвиняемый с двумя классами образования покидает реабилитационный центр и начинает вести вольную жизнь. Ночует на теплотрассе и днем слоняется по подъездам домов. Через некоторое время он приехал в микрорайон входной, так как ранее находился в детском доме-интернат. В ходе прогулки он зашел в магазин, украл там бутылку шампанского и направился в СНТ-связист, чтобы переночевать на одной из дач, поскольку уже было поздно. Находясь на территории СНТ, он стал ходить по аллеям и увидел один из домов, решил, что в нем есть имущество, которое он мог бы похитить и продать. В связи с чем он решил проникнуть на территорию данного дома. В дом незваный гость проникает, разбив окно. Первый и далеко не последний предмет в длинном перечне поврежденного имущества. Общий урон эксперты сегодня оценивают более чем в полтора миллиона рублей. Одежду, бытовую технику, портативную колонку и еще целую коллекцию всевозможных вещей рецидивист выносят из дома на продажу. Правда, обогатить с накраденным не успеет. В ситуацию вмешаются силовики. Но уже после того, как преступник подожжет жилье, чтобы уничтожить следы ограбления. Я не знаю, я на вахте был, мама что-то звонила к нему. Как мама рассказывала, сильно полыхала? Мы просто вот только что сюда... Мама говорит, я легла спать, смотрю, что-то светится. Вышла, моргает, начала тут все разгораться. Я говорю, давай к нему звонить. Он, видать, телефон на... Хозяин? Да, я его сам еще ни разу не видел. Все, я к нему звоню, у вас пожарная. Думал, шутка или что? Мужчина нормальный, проблем никаких не было. Даже планировали здесь дорогу подсыпать, там пятачок заасфальтировать. Вместо дома мечты, которые возводили своими руками, руины. Пожилые люди остались без крова и средств к существованию. В зале суда не могут сдержать слез. Мы планировали там жить, так как мы пенсионеры. Встречать детей, внуков, радоваться. Нам, в принципе, много не надо. Муж работал и в холод, и в жару, и в слякоть. Потому что хотелось что-то свое. Хотелось, чтобы звучал детский смех. Так, чтобы могли там отдохнуть, пожить, почувствовать себя. В старости, в принципе, это очень хорошо. Нам грело это душу. А сейчас, ну, мы полностью разбиты. Мы, конечно, опустошены. На компенсацию вреда погорельцы признаются и не надеются. Единственное желание – отправить каторжника туда, где ему, цитата, «самое место». Есть какое-то внутри удовлетворение, наверное, что человек будет… Это не человек. Нет, не хочу называть это даже. Не людь человеком. Будет наказан. И что общество, ну, хотя бы одного лишится вот такого паразита, такого преступника, который находится вот рядом. Рушит человеческие жизни, судьбы, можно сказать. Поэтому я считаю, что его должны наказать максимально. Да и сам обвиняемый, кажется, с таким раскладом согласен. Вказание желаете попредавать по предъявленному вам обвинению? А чего их давать? Там всё уничтожено. Если бы там… Вказание желаете давать по предъявленному вам обвинению? Я ничего не могу давать. По участии второй статьи 167-й «Умышленное уничтожение чужого имущества». Признаёте, не признаёте? Да, будут, я не спорю. То есть эту статью тоже признаёте? Да, они что-нибудь делают, что ли? Так-то, конечно, человек строил-встроил. Я тут удивился. Закурил. Добавлю, что рецидивист в общей сложности за колючкой провёл едва не полжизни. На этот раз ему грозит до шести лет колонии строгого режима. Мирная улица, непримечательный двор и перекрытый проезд, который становится причиной очередного конфликта. История противостояния пассажира и водителя такси. Скандал назревает постепенно. Прибывший по выезду водитель не подъезжает к нужному клиентке подъезду. 19-летняя Мичка вынуждена на своих двоих преодолевать лишние метры с младенцем на руках. Аналогичная ситуация разворачивается и в нефтяниках по приезде в пункт назначения, что накаляет обстановку в салоне. Рядом стоящего дома стоял автомобиль КамАЗ. Я не могу даже проехать. Я говорю, есть ли у меня такой проезд? Я не знаю. Я говорю, ну, тогда есть вариант, что либо вы выходите здесь и тут пройти буквально метров сто максимум. Либо, говорю, поедем искать другой. Поехали искать другой поезд. В финал истории поездка оборачивается рукоприкладством. В ходе конфликта таксист причинил телесные повреждения пассажирки. В настоящее время проводится проверка. Обоим участникам конфликта выданное направление на судебно-медицинское освидетельство с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью. В рамках проверки установлено, что ребенок несовершеннолетний, который находился с 19-летней девушкой, не пострадал. Из показаний водителя клиентка набросилась с кулаками, била по голове. Из показаний студентки водитель ударил в лицо, таскал за волосы. Когда мы искали проезд второй, она сказала, что она платить не будет. Тогда у вас есть вариант выйти здесь, потому что это моя работа, и я хочу работать бесплатно. Либо ей мама рада. Она начала меня видеть, звонить маме. Два удара в затылок я почувствовал. Я, конечно, прогнулся ей вслед, но не поехал дальше. Нет, я с ней не дрался. Между тем, поддержки молодая мать и ее родственники ищут в социальных сетях. Эта решила не вести до пункта назначения. Стал кататься по нефтяникам. Дочь стала просить, чтобы он остановился и выпустил ее с ребенком из машины. Он поехал в сторону выезда из города. Пришел в бешенство и стал ее избивать. После этого выкинул ее из машины и ребенка. Страшно подумать, что бы могло произойти, если бы она была одна. Впрочем, вступать в диалог с журналистами 19-летняя мать категорически отказалась. В показаниях участников конфликта полицейские видят нестыковки и намерены изобличить лжеца. Кто на самом деле жертва, а кто агрессор, уже выясняют эксперты. Тем не менее, телесные повреждения могли и привлечение. Я еще раз говорю, что через некоторое время не принесут заключение эксперта. И будет черными буквами. На белом месте написано, что гражданки причинят телесные повреждения в виде санин, кровоподтерка, царапин и так далее. В том числе, даже там будут описаны действия по клокам волос, которые вы убирали. Если мне это эксперт напишет, то тогда мы с вами еще раз встретимся, и вы будете как минимум включены к административной агрессии. Добавлю, что студентка прежде в поле зрения правоохранителей не попадала. А вот у таксиста, который является отцом четверых детей, в анамнезе судимость за кражу. За стрельбу по живым мишеням отвечать не готов. Новые подробности уголовного дела 17-летнего студента, который ранил школьниц. Инцидент, я напомню, произошел год назад на путепроводе телевизионки. Подростки решили устроить фотосессию на Виадуке по улице Демьяна Бедного. Но вместо эффектных кадров получили огнестрельные ранения. Гуляли там неоднократно, и такая история впервые. Мы там часто проводили время с ребятами, фотографировались, потому что виды там красивые. Рана-то, конечно, зажила, но шрам вот у нас в присутствии. И поваливает рука периодически. Бывают периодические боли на погоду или если что-то тяжелое поношу. Пока врачи извлекали пули из рук школьниц, силовики допросили полсотни о мячей. И установили стрелок – 17-летний спортсмен. Орудие преступления – пневматическую винтовку. Студент техникума железнодорожного транспорта прятал под металлическим листом на заднем дворе. Подсудимый обвиняется в совершении трех преступлений. Одно предусмотрено статьей 213 УК РФ – это хулиганство с применением оружия. А другие преступления – это именно причинение вреда здоровью потерпевшим несовершеннолетним детям. Первый выстрел попал девочку, которая держала в руке телефон. А следующий выстрел через непродолжительный промежуток времени упал уже в локтевой сустав другой потерпевшей. В ходе всего расследования уголовного дела он последовательно не отрицал свои причастности к тому, что он совершил эти выстрелы, но указывал, что у него отсутствовал умысел на причинение вреда здоровью. Теперь в скандале разбирается Ленинский суд. Сторона защиты настаивает – подсудимый целился не в детей, а в птиц. Сторона обвинения не согласна. Соловеки проводили следственный эксперимент и доказали, что пострадавших школьниц было видно со двора дома подозреваемого. Отчетливо слышались и крики детей с путепровода. Это значит, что ошибиться и принять подростков за воробьев молодой человек не мог. Я считаю, что это не случайное листрелы, что очень печалит и неприятная ситуация, крайне неприятная. И психически пострадали, и физически пострадали, морально и материально. То есть это очень много средств было затрачено. И лечение, и мази, и физиолечение. И вот эти переезды – это очень много требовалось ездить. Здесь хочу сказать одно. Люди, наступая в очереди, человеку на ногу просят прощения. Тут отрицают вину целиком и полностью. И нам не принесли извинения ни за одно судебное заседание. Адвокат горестрелка требует изъять материалы следственного эксперимента из уголовного дела. Его подзащитные рискуют лишиться свободы на два года. Добавлю, что семья одной из девочек намерена взыскать с хулигана 200 тысяч рублей. А вторая – и вовсе полмиллиона. Наживался на чужом доверии. Кировский суд решил судьбу о меча, обманувшего два десятка человек. Мошенник выдавал себя за продавца. В сети размещал фальшивые объявления. Вступал с клиентами в диалог. Водительность покупателей умело усыплял подробным описанием товара или услуги. Создавал видимость активной торговли. И профессионально отыгрывал роль коммерсанта. Требовал предоплату и пропадал. Потерпевшие должны были по условиям договоренности перечислить ему денежные средства на указанные им счета. После того, как потерпевшие перечисляли денежные средства, подсудимый обязался направить потерпевшим трек-номер, по которому они могли бы отслеживать посылки. Однако подсудимый не выполнял условия договоренности, поскольку и не собирался их выполнить. У него не имелось тех товаров, о которых он заявлял. Потерпевшим он предоставлял в качестве доказательного их наличия скаченные из интернета изображения спортивной одежды и обуви, убеждая их в том, что его намерения являются искренними. В лучшем случае жертвы афериста оставались без денег. В худшем по почте получали вместо ожидаемых брендовых товаров в насмешку старые полотенца. Заявление на нечистого на руку продавца подали десятки потерпевших из Краснодара, Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга и ряда других городов. Сумма ущерба – 120 тысяч рублей. Ниски заявлены потерпевшими. Готов буду выплачивать, потому что имею постоянную место работы. И чтобы не решать этой возможности, чтобы погасить все долги перед ними, прошу, чтобы не решать свободы, чтобы иметь возможность закрыть все эти вопросы. Несмотря на раскаяние, вместо желанной свободы – решетка. Вердикт суда – за мошенничество лжепродавец проведет два года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Паровозик из седанов и сразу две сломанные жизни по вине юного лихача. Пока подробности после статистики. Роскополянский район. Три часа ночи. 16-летний студент аграрного техникума «Бесправ» рассекает ночные улицы на «Аладе Приура». Компанию молодому водителю составляет приятель-ровесник. В темноте подростки налетают на пешехода. 70-летняя жертва обеспеченного гонщика в критическом состоянии. Мужчина погибает, как только медики госпитализируют его в ЦРБ. Машину он без ведома матери взял самостоятельно, так как находились ключи в свободном доступе. Сотрудники госавтоинспекции по факту ДТП проводят проверку. В последующем будет принято процессуальное решение. Также решается вопрос о привлечении родителя, собственника транспортного средства, к ответственности за то, что хранили ключи в свободном доступе. Ну а также будет выдано предостережение о ненадлежащем поведении этого несовершеннолетнего. Известно, что прежде в поле зрения полицейских юный лихач не попадал на учете и не числился. Соловики уже решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Кировский округ. Массовая авария у автовокзала. 22-летний лихач на Audi, цитирую очевидцев, по улице Лукашевича летит как ракета и таранит четыре автомобиля. Черный внедорожник сминает седаны марок Nissan, Toyota Corolla, Ford Focus и Datsun Honda. Паровозик из легковушек образуется на светофоре. За медицинской помощью обратились четыре человека. Водители пассажир автомобиля Toyota и пассажиры Datsun Honda и Nissan. Всем оказана разовая помощь, от госпитализации они отказались. Еще немного о городских магистралях. В ГИБДД отмечают, на некоторых участках проезд действительно затруднен. Но эксперты устраняют сложности и ликвидируют места концентрации ДТП. На этой неделе корректировки внесли на 3-й Островской и около баут-центра по Сарапятскому тракту. На перекрестке на 3-й Островской движение в сторону метромоста организовано направо с двух полос движения. Ранее было организовано только с крайней правой. По Сарапятскому тракту изменен режим работы светофора. Увеличено время разрешающего сигнала светофора. А также синхронизированы светофорные объекты на пешеходном переходе и перекрым. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Мы открыты для диалога. Ровно через неделю новый обзор происшествий. Будем разбираться в том, почему это произошло, и выяснять, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Здесь вы найдете дело убийц и таксистов, а здесь омского хитмена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова